Отрабатывают всевозможные спортивные техники в непривычно комфортных условиях. Босиком по новому покрытию огромного зала. Дети Ровенского района с недавних пор посвятили досуг спорту. Рядом с их селами построили новый физкультурно-оздоровительный комплекс. В Фоке очень много секций, на которые я ходил. В футбольной секции сейчас есть. На площадке приходим сюда в Фок, собираемся здесь. Уходим из Фока. Фок – это спортивная комната для детей. Не жарко здесь сейчас, я хочу сказать, хорошо. Импровизированный визит в Ровное. Координатор партийного проекта по возведению Фока в Саратовской области проверяет лично, насколько эффективно использует новый комплекс в районном центре. Мы сняли ночью, позаниматься и сполосимся. Котельная 10 минут, она включает смысл в диких водах. Начинают с изнанки спортивного комплекса – коммуникации, системы вентиляции и качество ремонта. Зимой не холодно в нем? Зимой нет. Нет, очень хорошо, комфортно. Мы рады, мы вообще довольны этим проектом. Все спортсмены очень давно и все общество Ровенского района ждали вот этот объект. На сегодняшний день он у нас есть. Естественно, мы ставим задачу директора, чтобы эффективно использовать, привлекать новых тренерские кадры. Сельский восторг не без ложки дегтя. Мы совсем довольны крышей, которая в некоторых местах дает течь. Там просто в боковом ветре, там немножко интеллиционная шахта сделана. И чуть-чуть немножко, где мы пенили недавно, может немножко не взялось. Будут устранять неполадки. Уже договорились с подрядчиками. Заменят и спортивное оборудование. Щиты, они несерьезные, детские буквально. И кольца, ломаются туда ромяча. В физкультурно-оздоровительный комплекс вложили чуть больше 80 миллионов рублей. Теперь обсуждают, насколько доступен спортивный объект сельским жителям. Ребенок ходит, 500 рублей в месяц платит. Мама пошла заниматься, папа пошел заниматься, уже полторы тысячи. И не тяжеловато ли семье, скажем так, оплачивать все это дело. Руководитель ФОКа парирует. Есть льготные абонементы. Но и совсем бесплатно работать не могут. Пытаются найти деньги на оснащение комплекса и транспорт, который будет подвозить детей в ФОК из отдаленных сел. Эти средства, которые нам приходят через Министерство по спорту, мы, конечно, отрабатываем на календарный план. Значит, на выезд, формирование команды. Вот эти обязательные. Сейчас мы готовим в Маркс, на область Спартакеана. И поэтому, естественно, средств, которые идут по бюджету, их не хватает. Координатор партийного проекта посоветовал местным чиновникам искать деньги вне бюджета. За счет спонсоров поднимать спорт в районном центре. Здесь ФОК является определенной спортивной базой для жителей района. И нужно дополнительно эти возможности использовать. Открывать на базе ФОКа спортшколу. Рядом есть прекрасный стадион. В зимний период он может использоваться как каток. Новый ФОК – как старт для глобального развития спорта на селе. Под наблюдением общественников будут пытаться выжать все СОКи из новых физкультурно-оздоровительных возможностей районного центра.